Весна на носу А вы еще в зимнем Скорее в Эконом Мир Эконом Мир Как с картинки Весенние новинки Это предматчевая разминка Команда Металлург И уже буквально через несколько минут Наши футболисты сыграют свой первый официальный матч На Кубке России по футболу Среди любительских футбольных клубов Но мы кузнечане фавориты Сегодняшней встречи Я уверен, что наша команда сегодня одержит победу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну вот команды выходят у нас на второй тайм После первого ничья 1-1 Самое интересное, что Новокузнецкий Металлург Владел подавляющим преимуществом Имел несколько моментов Валентин Ягулов забил просто гол красавец Однако ушли на перерыв команды При ничейном счете Молодым футболистам из Новосибирска Удалось забить гол ворота Юрия Дюпина Который, в общем-то, практически всю игру играл без ошибок Но, тем не менее, мне кажется, что это даже добавит интриги сегодняшнему поединку И у новокузнечан будет даже больше стимул Для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство То, как команда играла в первом тайме В принципе, я думаю, ни особых подозрений и возмущений не вызывает ни у кого Потому что, действительно, новокузнечане проявили себя с самой лучшей стороны Ждем второго тайма Ну что ж, впервые в этом сезоне я вижу В живую игру новокузнецкого «Металлурга» Команда сегодня играет в Междуреченске на Кубке России Среди любительских футбольных клубов Что можно сказать об игре новокузнечан? Порадовали, порадовали Других слов у меня просто нет Потому что, действительно, «Металлург» сегодня играет очень-очень хорошо Давайте не будем делать скидки на то, что слабый соперник и так далее Сегодня подопечник Константина Дзутова действительно продемонстрировали, что у них есть командная игра Что бегут, силы есть физически в полном порядке И, вы знаете, вот даже тот пропущенный гол в раздевалку, да, не сломил нашу команду Новокузнечане вышли на второй тайм и, ну, продемонстрировали всю свою мощь Что касается персонально, да, игроков Линии обороны, посмотрите Самойлов, Шевелев, Недорезов и Пучков Ну, мне кажется, любой клуб второго дивизиона «Зона Восток» мог бы позавидовать такому составу Потому что очень мощная линия защитная Ребята играют практически безошибочно Голкипер Юрий Дюпин видно, что уже после травмы восстановился Не будем ему вину ставить пропущенный гол Виновата всегда вся команда В целом командная игра великолепна Выходит из обороны очень быстро В атаке Валентин Ягунов, ну, что сказать, я не знаю Мне, наверное, лет десять было, он уже играл в футбол Сейчас ему под сорок, и он в полном порядке И, как говорит наш главный тренер Краснотин Зуцев Никакой альтернативы сегодня мы Валентину Ягунову не видим Он действительно в полном порядке Мастер слов нет У него было сегодня два-три момента И он свой гол забил Не забил пенальти, ладно, ничего страшного Еще свои голы он в этом сезоне забьет Вот, крайние полузащитники Крымов, Агеев Тот же Волгин, который вернулся в «Металлург» после перерыва Все выглядят, знаете, как пришлись ко двору То есть, действительно, команда играет Не зря, видимо, летали новокузнечане в Турцию Не зря победителями стали турниром в Барнауле И то, что я увидел сегодня Лично меня убеждает в том, что и здесь, в Междуреченске Новокузнецкий «Металлург» будет главным фаворитом турнира И мне будет очень интересно понаблюдать вживую в среду вечером За матчем ФК «Распадская» и «Металлург» «Новокузнец» Потому что это будет действительно зрелище Два явных фаворита на этом турнире «Распадская» и «Металлург» Что еще сказать об игре «Металлурга» Сейчас только что вышел Максим Чевелев Еще один готовится, это кто-то из новеньких Потихонечку подпускается для наших молодых Ребят Константин Зуцев к основному составу И, в общем-то, я сегодня вижу здесь на поле готовую команду Которая вполне достойно может выступать во втором дивизионе И надеюсь, что все-таки все получится с лицензированием нашего клуба Еще одна атака сейчас и Андрей Волгин Ну что, получится? Нет, не получилось Волгин, кстати, вот отдельно хочу сказать о нем Забил гол и еще буквально через полминуты сразу же И благодаря его настойчивости была хорошая атака Он попал в штангу Ну, в общем, пока слабых мест на этом уровне На уровне любительского футбольного турнира Я не вижу у Новокузнецкого Металлурга Все действительно очень выглядит прилично Развивается наш Металлург в правильном направлении Осталось лишь нам дождаться повышения статуса турнира Профессиональный статус, чтобы Металлург обрел Сегодня я увидел, что хоть Металлург по-прежнему имеет статус любительский Но команда это действительно профессионалов Какие же футболисты там, я не знаю, не дорезав, а всю Ну, у меня слов нет Играют ребята очень хорошо Здесь, конечно, очень немаловажный фактор Это мотивация Ну, насколько я понимаю, по игре, да После первого тайма пошли на второй Можете, ребята, с мотивацией тоже все в порядке Вышли, просто обыграю Всем статьям соперника Будем надеяться, что и все остальные матчи Наша команда проведет наше утро У нас заканчивается матч между Новокузнецким Металлургом и Дюшор из Новосибирска 3-1 наша команда выигрывает Не знаю, забьют еще или нет Новокузнечане не прекращают попыток забить гол Вот сейчас очередной офсайд нашей команды Ну, а мы пообщаемся с нашим бомбардиром, неувидающим Валентином Ягуновым Валентин, ты сегодня забил гол в ворота соперника Насколько для тебя сегодняшний поединок против молодых ребят из Новосибирска сложным получился? Я не знаю, ну это обычная планомерная подготовка к сезону Поэтому это обычные сборы, команда готовится И для меня, как и для наших ребят, это обычная игра А как вообще свой гол опишешь? Кто там тебе помог больше всех? Я, по-моему, пас отдал в оливки Я просто на скорости ворвался и пробил В целом, в нынешнем сезоне подготовка как складывается? Насколько удачно, насколько чувствуешь силу в нашей команде? На что она будет способна, на твой взгляд, в этом сезоне? Ну, наверное, этот вопрос лучше задать тренерам Ну, а что касается команды, я думаю, те задачи, которые будут нам поставлены в этом сезоне Постараемся выполнить Ну что ж, закончился у нас матч и со счетом 3-1 Новый Гринецкий Металлорг одержал победу Валентин, я тебя поздравляю Поздравляю всю команду, продолжайте в том же духе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!